А теперь расскажем, каким было 7 августа много лет назад. Наши корреспонденты по традиции подняли архивы новостей. Как выяснилось, этот день всегда был богат на интересные события, причем как социальные, так и криминальные. Подробнее расскажет Лидия Демина в рубрике «Дела минувших лет». 7 августа, год 2007, в этот день исполнилось 70 лет с начала самой массовой волны политических репрессий в СССР. По всей территории бывшего Советского Союза сегодня вспоминают скорбную дату. Нарком внутренних дел Николай Ежов в августе 1937 года подписал роковой приказ о проведении масштабных репрессий. Ежов наряду с Берией был наиболее мрачной фигурой из всех наркомов, а время его руководства НКВД историки называют самой черной страницей наркома. Для нашего города эта дата тоже имела большое значение. 27,5 тысяч репрессированных и 7,5 тысяч расстрелянных оренбуржцев. Расстрелянные, репрессированные похоронены за Уралом. О том, что на этом месте кладбище выяснилось в 1947 году. Было большое наводнение, и вода начала подмывать берега, и трупы поплыли по Уралу. Их начали вылавливать, потом организовали захоронение. 7 августа, год 2009, в Ленинском районном суде зачитывали приговор по громкому уголовному делу наркоторговцам. Жители Таджикистана перевезли через границу в наш город 35 килограмм наркотиков. Всего подельников было четверо. Действия преступной группы координировал проводник рефрижераторной станции. Мужчина перевез груз в потолочной секции служебного вагона. Трое из обвиняемых, включая главаря, получили по 10 лет лишения свободы. Последние четыре. Известно, что сторона обвинения требовала более суровое наказание. 7 августа, год 2012. Оренбург потрясла новость. Мать бросила новорожденную дочь на обочине дороги. Это случилось в Яснинском районе. Младенец чудом остался жив. Его спасли сотрудники ДПС, которые по счастливой случайности остановились на дороге именно возле места, где лежал ребенок. После осмотра врачи установили, девочку оставили на обочине сразу после рождения. На открытом солнцепеке младенец пролежал несколько часов.